Мир пришел я принести, ну и эти слова тоже люди очень часто слышали. И можешь теперь их пытать, встретиться с людьми, что ходишь в церковь, найдите таких, кто ходит. Скажите, а вы эти слова слышали, да? А почему меч и не мир? Так Христос говорит, я мирный, ему название мир. И ангелы воспели, мир на земле, в человека, в благоволение. Воскресший является, устанавливает новое царство, говорит, мир вам. И входя в дом, мы его ученики должны приносить мир. Если люди достойны, то мир почеет на них, говоря, мир дому всему. И вдруг не мир принес все. И здесь о чем подумать. А вот мы такое слышим. У нас все было в семье хорошо. Но вот вы стали говорить, моя жена пришла к Богу, и всю семью разрушили нам. Все пошло не так, как мы хотели. А почему она что, жена стала хуже? Хуже стала. То есть он говорит по-своему. Конечно, она для него хуже. Она что стала делать совершенно непотребное? Ну как, она меня не слушает. А в чем она это не слушается? Ну, в воскресенье она идет, он куда-то молится. Понятно, значит. Да Господь об этом и сказал. Не надо сомневаться, это совершенно нормально. Значит, меч прошелся. А где меч не прошелся по семье, после уверования, надо задуматься. Значит, Христос, видимо, не достиг. Как все было, так и осталось. После уверования. Салмопелец, Давид, 63-4, говорит так. Где меч? Мы сейчас посмотрим, что такое меч и как его увидеть. А может, у нас у каждого свой меч есть, и мы его не видим. Ну, а где меч? Тем более, мы не военные. И застрели язык свой, как меч. Наприбли лук свой. Избительное слово. Это не просто рот. Скобка. Это лук натянутый. А язык стрелы спускает. Избительное слово. Притом не как-то, а без быткости. А через край перекрестывает. До самой губы уже дошло. А так теперь-то уже язык выбрасывает, как лопата из ямы. Доброе или плохое. Так толкует Янглосаул. Послание Кипетянам 6, 17. Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Прямое повеление. Повелительное наклонение. Возьмите. Возьмите. Прозвучало в 1988 году. И в 1988 году. Отпраздновали тысячелетия, а лозунгам так нигде и не было. Но если было, скажите, в каком храме было написано? Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Где и когда это стало эпидрофом жизни? Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. И люди его услышали? Сказали, дай. А его нет. Батюшка, я хочу быть воином Христа. Но у меня меча нет. Можно так подойти и сказать? Священнику. Любой должен подойти. Да какой меч? Слово Божие написано. Но это вам не надо. Это только батюшки знают. А это батюшка Павелка, батюшка, он отец Павелка. Он прямо пишет. Вы возьмите, ефисяне. Я еще раз и толкую здесь. Как это можно было не видеть-то? Люди шли по пустыням, там мудрый монах. И они приходят к нему. Далеко-далеко. Для чего? Чтобы разрешить свои вопросы. И вот они разрешают. Ни разу, ни в житиях святых я не прочитал, чтобы кто-то пришел и сказал, дорогой Арсений, великий Пахомель, у меня такая нужда, слова нет, а написанный, возьмите Слово Божие. Мы знаем, хорошо, что Арсений любил писать и оставил. У него ученик за степей, молодой офицер, и поверил, что монахиство – это самый высший путь спасения. А любознательность у него вся еще та с академии-то осталась. Княжецкий сын. Считает непонятно. А ведь Китай-то не все, а в монастыре Евангелия было. Он подошел, скажи, как понимать, зачем-то это все надо. Второй раз отдал к настоятелю. Настоятель договорился, это идет, тем он грей как следует. И вот его побил, отупил. Ну что, видите, Слово Божие? Ну вместо меча настоятель взял палку и крепко отходил этого офицера. Да он все приемы знает, он бы тебя тоже ведь мог мечом-то пройти. Нет, меча не было. Это просто была бы обоюдная драка. И сегодня, ну вас никто не знает, придите в любой храм, он знаменский, подойдите, батюшки скажи, батюшка. Ну, подписано, чтобы меч духовный был, Слово Божие. А как его изострить? Я узнал, что Слово Божие. А он у меня неточный. Как? Даже идти в занятия. Даже быть вопросы и ответы. Это у меня неожиданные вопросы. И вы должны на каждое слово знать, как ответить. На любой вопрос. Не говори, что ты бабушка и не знаешь. Афанасий Великий, Александрийский Патриарх говорит, как много зла делает, как простота, которая не знает, как защитить свою веру. Не знает. Евреям. Афанасий 4 глава 12 стих. Апостол Павел говорит, Слово Божие живо и действует. Ястрея. Церковь и меча обоюдоострова. Когда знаешь, как правильно пользуются, где применители. Один стих. Подставил все. И через него не перейдешь. Христос говорит, я молюсь, чтобы все были едины. С кем едино-то, Господи? И кому-то ты говоришь, что дети евреи, евреи, физычниками едино, как они только не покинули Христа. Это тоже удивительно. Уже после дня Пятидесятности Петру нужны особые видения. Под видом скотины, нечистой апсисы, показаны все нации мира. Закалиниешь. И вот сегодня кто начинает говорить, нам молиться там нельзя, там такие, патриархизны. Скажи, ты на крышу лазил хоть один раз? Ты хоть один раз сосуд этот видел? Выпросил Бога, чтобы было тебе видение. Никого не почитай нечистым. И Петр сошел все еще под впечатлением этого видения. Да и пошел не один, все-таки мудрый рыбак, а взял с собой свидетелей шесть человек. И они видели, как Дух Святой сошел, как в доме Крабире образовалась церковь индусская. Момент эпохальный. А они идут, молчат, идут и сердце все еще держат. И когда пришли, то упрекали, ходил к индусникам и ел. Ел. Почему? Потому что евреи понимали, меч разделил, ничего общего не может быть. Оказывается, меч это ты соединяешь. И апостол Петр заново пересказывает. Даже со мной вот братья были, они видели, они получили свидетельство от Бога. Какое свидетельство? У нас два перца. Значит, ты никак не перешагнешь. Что значит человеческое? Ну перешагни ты через это. Не мудрствует. Мудрость человеческая многих сбила с пути и привела к полному сумасшествию и одержимостью. Спрашивает, да что он теперь так понимает, что он одержимый? Познавший истину и уходящий в заблуждение одержимый. Десноватый. Откуда это известно? Житие Святого Мартина, я тебе скажу. У него был диакон один в бритцей. И все время поносил его. И однажды он поднял глаза, смотрит, а там на холме стоят два черных эпиопа, демона. И ему маячит, видимо, по глухонемому, что надо сказать. И он епископа поносит, и он увидел и говорит, я вижу твое будущее, ты тоже будешь епископом. И будешь терпеть, как и я. Эти друзья-то твои там на холме никуда не денутся. Они других возьмут и против себя будут. Так эти бритцы-то накажут, что я не бритарю, то все время. Все они так у них. Все они видят в этой юридике. Ты с кем-то молиться нельзя. Так с тобой молиться нельзя. Ты на благовестие, человек, не идешь. Евангелие-то, когда в последний раз ты прочитал? Когда ты Библию закончил читать? Я в прошлый раз говорил, потеряете, и был. Брат, я с ним же умею, и говорит, а у меня сегодня радостный день чего. Опять начинает быть и я. Прочитал полностью Библию. Построю, считаю, каждый день. Кем вы еще живете? Имейте таких друзей, чтобы он сказал, а у меня сегодня не просто 12 июня, там, День России, А у меня день жизни сегодня, я закончил оскорение, и опять начинает быть и я. Вот тогда будет видно, что совесть еще жива. Иеремия 23-29. Слово мое не подобно ли огню? Не подобно ли молоту разбивающему столы? На что он стоит от для тебя Слово Божие? Деяния брата России, один, охотно принявшие Слово Его, крестились, и присоединилась в тот день около трех тысяч. А если бы Слова не было, и принимать нельзя, тем более охотно. А почему охотно? Сумел доказать. А чтобы доказать, ты должен абсолютно точно знать, что Христос пришел собрать воедино, а не разделение. Там, где Слово Божие, там объединяется. Где Слова Божия нет, там разделение. Матфея 10-37. Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его. Как говорили, а написано, сын поет противопоказал. В революции это все вспомнили. Это мне еще бабушка говорила. А она Евангелие совсем не знала. Но вот эта фраза как-то сохранилась в народе. Но никто не говорил, что ни об этом. Там ни слова разделило в революции. А в революции разделила идея богатая и бедная. И главное, это революции поднимали тех, которые не работают. Руками-то. Ну не пахали же пошли. Разбросили пух и пошли бы. Их потом уже сагитировали на это. Матфея 12-25. Царство, разделившееся само в себе опустеет дом или город, не устоит. Чтобы у нас было полное единство, и оно возможно только по Слову Божию. У тебя возник вопрос недопонимания. Ты вопрос-то касаться. А что об этом Слово Божие говорит? И начинай об этом молиться. А потом считай, что тебе внезапно Господь дает знать. А уже не знаешь, ну найди советника. Деяния 14-11. Народ в городе разделился. И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Апостолов-то мало, а иудеев-то было много. Так иудеи-то и апостолы-то тоже иудеи. А почему разделился? А меч Христов. Павел говорит, что уже исполнилось, ждать не надо. Мессия пришел, он умер, он воскрес, он вознется, он дал Духа Святого. И евреи говорят, нет, надо ждать. Ждать Мессия придет. И по сегодняшний день в этом состоянии они ждут своего Мессия. А мы по-прежнему на стороне апостолов-то. Евреи-то выполняют свою миссию. А они по-прежнему ждут. А мы-то, если мы говорим, мы разделились на двое, а они за апостолов, а ты за кого за апостолов. Ну и делай, как апостолов-то. А что делали апостолы? А нет, направлено на евреев, давайте убивать Гнатьев. Нет, они шли и свидетельствуют. Заметьте, как мне, что Божий-то все устанавливает по-другому-то. И у нас не будет никакой иудофобии, нет, русофобии, а все только будем любить Христа. Будем свидетельствовать о нем. Деяние 23-7. И когда сказал так, что произошла растря между парисеями и садухеями, и собрание раздевает. А как и садухом Божьим можно очень активно пользоваться даже в собрании? Сказать, и оно разделится. Я вспоминаю, выступление было, АВУ пригласили, о разном экстремистке, такие течения какие-то. Я говорю, экстремист любой, который проповедует Слово Божие. Все мы экстремисты. А все, которые не экстремисты, Господь называет их блевотинами. Извергнут и горят зуд, если не горячий, не холодный будет. А не тебя голову пустили. Но передо мной Бог дал одного доктора юридических наук. Он уже объяснил. По этой статье, эту статью-то приняли специально. Всех понимали сегодня. Для того, чтобы знать инакомыслящих. Но до нас еще очередь не дошла. Нас будут гнать только за Слово Божие. За этот меч. Потому что мы люди мирные, и в то же время мы воинствуем против всякого зла. Римлянам 16-17. Павел говорит, умоляю, остерегайтесь производящих разделения, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Значит, нужно знать, кто отделяет от церкви. Остерегайтесь. А что вы боитесь? Повеление такое, это зараза. Почему? А вот почему. Потому что Слово их как раз будет распространяться. Это было. Первое к Каринфинам 1-10. Чтобы не было разделений у вас. И 13-й стихом был. Разве слово раздельно? Разделение не может быть по Слову Божию. Слово Божие соединяет. Оно разъясняет. И написано, что чтобы не было разделения согласно Слову Божию. А вот мы считаем в житиях. Там, где какие разделения были, не по Слову разделялись совсем. И вот начинает два естества. Одно естество. Не одно слово в Библии про это нигде нет. А это целое столетие. Об иконах. 120 лет гремят мечи. Ссылают друг друга. Казняк. Бучают. Терзают. Языки отрезают. Как у Максима Исповедника. А в Библии как будто не исполит. Это иконы. Да если бы ни одной иконы даже не было. Вопрос в том, можно спасти? Ну конечно можно. Ну ты не поноси. Но он поносит. Но он за это ответит. Ты ему докажи, объясни. Вот у меня не было ни разу в жизни, что люди, не принимающие иконы, баптисты, которые приходили к нам в дом, пятидесятники, эгоисты, адвентисты, кого только у меня не было. Собрание проводили у меня. И не было так, чтобы они на иконы поносили. И зайдут, внимательно все обглядывают. Как любые, наверное, боитесь тут молиться, идолы молчат. Но для вас же идолы начинают пояснять. Все, уже забыли. Уже не так пугливо смотрят. Ты ему разъясни. Сто двадцать лет. Зачем было воевать-то? Вам надо идти было благоветствовать. А в это время опасность возрастала и возрастала. Мусульманство набирало силу. Иоанн 11.2 Сказано было, что Иисус не только за народ умрет, но... А для чего тогда Он умрет? На том, что все привыкли говорить, что Он умрет за грехи людей. Но и чтобы рассеянных час собрать воедино. Христос не умирал за то, чтобы рассеять, а чтобы собрать. А как собрать? Кого собрать? Всех людей в мире собрать в единое стадо. Один проповедник сказал так. Если я буду спасен, ну я поклонюсь, конечно, Господу, святым, я думаю, что у многих будет великое удивление, что они уедут в раю тех, о которых сроду не думают. И не найдут тех, о которых думали, что они там будут. Это написано при мудреце Соломона, и говорит, и удивятся неожиданности Его спасения. Как? И Он пришли к сынам святых. Тот, который был у нас в поношении, о ком сегодня говорят, да они, да там патриархия, там католики, не такие. Удивление великое будет. И там еще будут исцеления даны для народов. Мы не знаем, что будет. Наше дело проповедовать обучение Христовым. И говорить, вот это еретическое. А там же написано ереси. А в Новом Завете слово ереси одно только входит. Всякий дух неисповедующий Христа, пришедшего в оплоте, и дух антихриста. Все. А сегодня в графу еретик, антихриста, наверное, с тысячи входят разных признаков. Старый календарь. Позвольте, да? Никакого календаря, это библиот, вообще даже нет. Какой календарь? Один только лунный, вот единственный Бог дал. А они вот тот, кто поддержит, ну и пусть приедутся. Нет, они еретики. Старая сильная, там новая сильная. А этот обряд, да никаких обрядов Христос вообще не отправлял. Хотя обряд был. И за обряд никто не умирал. Но любой вопрос, который сегодня разделяет, они говорят, папа, чтобы папу признать, никакого папу мы в Библии вообще не находим. И чтобы одному епископу, а он епископапа, все подчинялись, или чтобы избрать папиря, как Христос подчинялись, такого в Библии вообще нет. Не акон, епископа, и все кончилось. Каждый совершенно самостоятельно был. Собрать воедино, вот для чего Господь пришел. Иоанне 19, 9. «Но как некоторые ожесточились, не верили, злословят пусть Господень перед народом, то Павел, оставив их, отделил учеников, отделил». Значит, те, которые отделяются, как будто делают хорошо. А мы можем проверить этих людей. Ну, мы отделились от церкви, допустим, от нашей общины, где у нас идут занятия. Вы знаете, каждое у нас учреждение занятия. В университете занятия. А вы отделились от чего? От занятий. А Павел отделил для чего? Вот Павел, вот сейчас где-то отделил, он к нам пришел по члену. И ежедневно проповедовал в учреждении. Отделил и проповедовал. Ты отделился, там проповедуется? Пошли к старобрясту. Нет. Вы пошли к грехам, там проповедуется? Нигде, никогда, за сотни лет. Так это и говорит о том, что вы не попадаете в этот стих. Вы отделились для того, чтобы вы проходит не слышать. Это совершенно антихристов путь. Вы отделились, чтобы Слово Божие не обличало вас. И вы не обманываете сами себя. Потому что нигде Слово Божие не звучит, как у нас. Вообще не найдете нигде. Повторяю, деяние 19.9. Все на это оставаются, что Павел отделил. Ну, согласились. А для чего отделил? Зачем не поминаешь? Там на запитании стоит. Чтобы ежедневно проповедовать, чтобы меньше было смутьянов. Римлянам 11.7. А прочие ожесточились. Почему я читаю это место? А апостопа Христос говорит так. Я пришел принести не мир, но меч. Почему меч? Слово Божие. Проповедуешь, а прочие ожесточились. То есть меч их оттекает. Епистианам 4.18. Но прочие по причине невежества ожесточились. Опять же. Невежество не позволяет стрельнуть ко Христу. Сидеть у ног его. И человек с сердцем делает так, как панель. Ожесточился. Житокое сердце. В него не проникает благо Божественного Писания. Если ты услышал Слово Божие так говорит, сразу к себе это стрельни. Ты молился об этом хоть один раз? Я вспоминаю свой день обращения. Верная моя молитва была об одном. Господи, дай мне веру в Слово Твое. И что-то вижу не так. Я опять сразу в Господи. Вот сейчас что бы ни было. Я знаю абсолютно точно сокровища, если не отстудивающие. Господи, а как это? По Слову Твоему. Сотни раз это место считал. Сегодня мне с другой стороны это место смотрится. И вот это, что отделил и стал проповедовать, я эту игру там сегодня нашел. Уже готовое, на который раз приготовил проповедь, я опять читаю. Что же в этом есть? Опять на молитве. Господь говорит, да они же отделил Павел для того, чтобы проповедовать. А те, которые сегодня отделяются, как раз для того, чтобы не слышать Слово Божие. Я это наизусть не ставить и знаю. Смотрите, что открываешь здесь. За запятой. Евреям 3.13. Наставляйте друг друга каждый день, чтобы кто не ожесточился, обостившись грехом. Каким? Дух противления, бессоветия. Это грех. И это грех означает помутнение разума, отчуждение от Бога. А отчуждение от Бога, это означает попасть в руки дьявола. Отойди от меня, говорит Господь Сатана, чтобы не было сказано это нам. А это сказано будет каждому, кто не услышал сегодняшние слова, что он принес принести не мир на землю, но меч, меч Слова его. И так, мы воины. И от нас не везде будет мир, но с этим надо согласиться и благодарить Бога. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует...